Основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, является атеросклероз. Это хроническое заболевание проявляется в накоплении холестерина в стенке сосуда и сужении его просвета, что приводит к нарушению кровоснабжения тканей и их гибели. Вместе с кислородом и питательными веществами кровь переносит и холестерин. Он необходим для жизнедеятельности клеток, например, для образования гормонов, и не оказывает вредного воздействия на сосуды, если не превышает допустимый уровень. Однако под влиянием таких негативных факторов, как курение, ожирение, гипертония, повышенный уровень холестерина, кровеносные сосуды повреждаются, а их клетки начинают синтезировать особые активные молекулы, свободные радикалы. Одновременно холестерин начинает проникать из крови в стенку сосуда. Однако накопление холестерина в стенке сосуда и развитие атеросклероза возможно, только если холестерин подвергается модификации свободными радикалами. Особые клетки-мусорщики безостановочно захватывают такой модифицированный холестерин, но переработать его не могут. В результате холестерин накапливается в стенке сосуда, что постепенно приводит к образованию атеросклеротической бляшки. Растущая холестериновая бляшка сужает просвет сосуда и нарушает питание окружающих тканей. Таким образом, начинается ишемическая болезнь. В зоне формирования атеросклеротической бляшки исчезает слой клеток, выстилающих внутреннюю стенку сосуда. В конце концов, сосудистая стенка в этом месте лопается и образуется тромб, полностью прерывающий локальное кровообращение. Неполучающее кровоснабжение ткань гибнет. Такое явление в сердечной ткани вызывает инфаркт. В мозге инсульт. Холестерин от модификации защищает коэнзим Q10. Это мощный антиоксидант, который вырабатывается в организме. Исследования показали, что высокий уровень Q10 в крови предотвращает развитие атеросклероза. Но, начиная с 20-летнего возраста, его выработка и содержание в крови прогрессивно снижается, что повышает риск атеросклероза. Устранение дефицита возможно только с помощью препаратов Q10. Кроме защиты от атеросклероза, Q10 выполняет еще одну важную функцию – участвует в образовании клеточной энергии. Другими словами, активность клеток напрямую зависит от количества Q10. Поэтому он особенно важен для работы сердечной мышцы. Многочисленные клинические испытания Q10 в Европе, США и Японии показали высокую эффективность этого вещества в лечении сердечной недостаточности, атеросклероза, ишемической болезни сердца, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. В профилактических целях Q10 рекомендует принимать всем, кто достиг 20-летнего возраста... КОНЕЦ 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 Продолжение следует...